А-а-а, кто это у нас здесь такой сидит-то? Кто у нас ждёт выпуска Мегамейкера? Заждался уже, дружище? Да, собственно, я тоже заждался, поэтому... Не будем мешкать, отправляемся прямо сейчас! Салют вам, друзья мои, и добро пожаловать на продолжение банкета! Я обещал, что у нас будет продолжение Мегамен Мейкера, и вуаля, мы возвращаемся в этот океан! Просто я бы сказал, что целый космос информации по Мегамену, карт различных и... С чего здесь только нет, просто голова раскалывается, когда начинаешь задумываться о том, сколько здесь всего в этой маленькой вот программке заложено! Ну и будем потихонечку узнавать, что нас должно ожидать! И я с тобой немножечко поделюсь такой вот информацией, своим планом на сегодняшнюю серию! Вообще, в прошлый раз я думал, что мы с тобой ознакомимся с какими-то такими классическими картами, и отправимся бороздить в просторы вселенной! И тут же у нас, ну как раз, когда в онлайн выходишь, там в космосе, да, дело? Так, сейчас я посмотрю! Даже посмотрю, на самом деле! Ну-ка! У нас моменты, друзья мои! Да, космос! Ну, тем не менее, знаешь что? Я так подумал и понял, что не хватает для ровности числа третьей карты! И действительно, есть еще одна карта, которую я хотел бы с вами поделиться и посмотреть! Я ее так же знаю, и... Она тоже лютая! Она лютая, но ее надо показать! Потому что там много всего интересного, чего следовало бы, наверное, рассказать! Да и, кроме того, помнишь, я тебе рассказывал про именитых гостей, про именитых картоделов, и... вуаля! Тут есть какой-то там на форуме ас, местный самурай, который делает просто чудовищные карты! Я когда-то пробовал некоторые из его творений проходить, и там все время какая-то хардкорщина меня ожидала! Видимо, и в этот раз то же самое будет! По-моему, да! Но, тем не менее, отправляемся на карту Шторм Фортрес, где нас встретит Виндмен! Босс из шестой части! И... я хочу с тобой поделиться тем, что мы здесь сейчас будем видеть! Всеми вот этими новоспособностями! Ты видишь? Видишь вот эти вот J-A, P-A, собственно говоря, адаптеры! Да, еще один немаловажный такой момент, который появился в новой части, в новом апдейте Мегамена! То есть вот эти адаптеры, это просто нечто невообразимое! Что с ними люди делают? Это... Особенно, особенно вот этот вот адаптер, касающийся нашего боксерского, так сказать... А-а-а... Не знаю, как-как-как сказать, боксерского нашего умения, да? Вот! Очень много всего интересного, и... Возможно, мы даже сегодня уже ознакомимся с тем, на что способен вот этот вот кулакастый Мегамен! Вот, в боксерских перчатках! Потому что, если он в обычной версии шестого Мегамена был... Ну, на мой взгляд, был немножечко суховат! То есть, ты просто мог разбивать блоки, и все! То теперь, друзья мои, у него появляется одна очень интересная способность, которая крутится вокруг того, что... С помощью своих ударов... Ну, понятно, знаешь, что... Если ты бьешь кулаками, вот так вот прям боксерскими перчатками, ты должен бить сильно, правильно? Да иначе тебе просто бессмысленно одевать перчатки! Зачем он одевать перчатки, если ты бьешь слабо? Это... Это куром на смех! Вот, Мегамен умеет бить сильно! Настолько сильно, что он имеет своими ударами блоки не то что разбивать, он имеет целые гранитные кирпичи, какие-нибудь, не знаю, металлические конструкции сдвигать с места! Так, давай, знаешь, пока что вот так вот разберемся с этим парнем! Ну и, соответственно, вот этот вот наш любимый адаптер из шестой части, который позволяет летать, это просто бесценно! И, да, действительно, тут есть блоки, которые можно кулаком, так сказать, пододвигать, пододвигать на нужное теперь состояние! То есть, получается, тут даже целые пазловые уровни есть, построенные на вот этой механике! Так, я вот уже хорошо знакомся, ты... А, она здесь просто так вот, для видовала... Я не могу, наверное, пробраться? Хорошо! Просто дело в том, что, как ты знаешь, люди здесь любят в Мегамейкере делать всякие приколы, устраивать из Мегамена вообще самого настоящего Метроида, и поэтому я ожидаю подвоха! Я каждый раз ожидаю, что можно где-нибудь в секретный какой-нибудь уровень, в модуровень или в секретную часть локации перебраться! Поэтому имеет смысл проверять все маршруты, и... Да, эта карта мне знакома, и она очень клёвая... Ну, она, не знаю, дизайн у нее очень классный, такой необычный! Так... Ой-ей-ей-ей... Вроде бы ничего сложного, вроде ничего такого особого, но смотрится все очень классно, очень клёво, такой прям насыщенный, знаешь... Мне просто нравится, я не знаю... Оу... Чё-то я как-то задумался, опять, не о том, а задумался, надо было задуматься о том, что у нас там вентиляторы опять же нас сдувают, да-да-да-да-да-да! Как же они меня слышали, вот, будут, будут, будет муораживать, я вот почти в этом уверен! Так, давай сейчас я с ними разберусь со всеми... А так я, наверное, не допрыгну вообще, да? Тихо! В принципе, нам и не нужно особо запариваться по этому поводу, потому что у нас есть джет-адаптер, и... О-о-о-о! Стоп-стоп-стоп, мне надо взять вот этот вот костюмчик, потому что этот адаптер хорош, безусловно, спора нет, он просто суперский адаптер, но в нём я не могу скользить! Если ты летать умеешь, значит, как бы, рождённый летать, ползать не может! Вот так вот перефразируем одну известную фразу, ну... Но здесь оно чертовски работает, просто вот на сто процентов отрабатывать себя, потому что мы реально не можем делать подкаты, мы не можем ползать, и мы можем только летать! Мы созданы для... для Великой Свершении, для того, чтобы вот покорить... Покорить эту крепость! Чёрт её возьми! Крепость штормов! Так, ага! А вообще, какие у меня есть ещё возможности есть? Ага, у меня есть вот эта сила! В принципе, она хорошо здесь может сыграть свою роль, потому что, ну, опять же, мы можем выбирать, скажем так... Выбирать, куда мы выстрелим, ну, грубо говоря, просто можем под углом выстрелить, а выбирать, куда мы можем выстрелить, мы сможем на вот этом оружии, то есть... Блин, меня вообще даже не видно из-за полоски! Короче говоря, это оружие Найтмена из шестой части, и, как ты видишь, здесь оно немножечко поменялось! По-моему, оно в шестой части не умело выстреливать, скажем так, туда, куда ты смотришь, ну, по направлению, там, например, вверх под углом или вниз под углом, только вперёд летело! Иии, вау, 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 но по-моему, да, действительно всё так и было! То есть, если раньше это было не совсем управляемое оружие, я бы сказал, вообще совсем не управляемое оружие, то теперь ему добавили какую-то возможность степень управляемости, и... Иии, это круто, потому что, ну, скажем честно, по-моему, в шестой части это было не самое лучшее оружие, не самый огонь, но теперь, возможно, оно получше стало! Ну, хотя, опять же, блин, ну, оно, да, конечно же, может, может под разными углами летать, но... Ну, я не знаю, это не сильно пролещает! Да столько всяких других кусок есть крутых из тех же самых, не знаю, седьмых частей, из пятой части, например, оружия Брайтмана, которое мы уже в прошлой серии осмотрели, которое, по сути, натурально останавливает время, так... Ооо, погоди, погоди! Я застрял! Так, у нас здесь, на самом деле, очень интересная физика, сейчас будет происходить... Занимательная физика просто с Мегамэном! Дело в том, что чем мы выше взлетим, тем, соответственно, будет... Оооо! Тем, соответственно, мы будем ниже опускаться! И, ну, соответственно, нас будет тоже качать, знаешь, как на качелях, туда-сюда, туда-сюда болтать! По-моему, я лишнего болтаю, да? Ну, ладно! Давай, давай уже пройдем этот момент! Ну же! Ага, и смотри-ка, вот эту штуку я не могу оружием на этом убить! Только... А чем я такое мог? Только электричество! Может быть, перчаткой можно! Может быть, перчаткой можно, но... Я не стал проверять, зачем мне это надо! Вообще, на самом деле, да! Этот уровень у нас скорее про полеты, про вот эти механики, как раз-таки, всяких пропеллеров, которые... А по-моему, они, да, были как раз в этом обновлении и введены! Если, скажем... Да! Ну же! Хорош! По-моему, да, они были введены в этом обновлении! Он сейчас нас убьет! Нет, не убьет! Пух! И... Если, например... Еще одни ребята, которые работают с воздухом, то есть физикой воздуха... Это такие, знаешь, из второго мегамена есть мужики такие толстые на уровне... Эйрмэн, они еще... Попадались! Такие... Люди-вентиляторы! Ну, собственно, и Эйрмен был так-то, по большому счету, человек-вентилятор! А этого братья меньшие, значит, получаются такие вот ребят тоже! Которые дуют! Охо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Дуют на тебя! Они были, по-моему, еще до этого введены! И... Очень много я видел интересных моментов, когда вот ставят такие наши вентиляторы, которые мы уже с тобой видели, которые... В одну сторону, то в другую крутятся из шестой части, вот эти вот огромные пропеллеры! И еще рядом с ними вот этих вот дующих мужиков! Металлических, огромных братьев Эйрмэна! Заставляют... Так, аккуратненько! О, отлично! Хорошо! И чекпоинт! Слава богу, ты пришел, чекпоинт! Как раз вовремя! Ну-ка! Стой! Не-не-не! Вот они опять эти вентиляторы! Легки на пазыре! Спокойно! Мне надо как-то, я не знаю, вот с этими ребятами забраться! Может быть, мне просто по вверху прилететь? Не-не-не-не, не получится! Не-не-не-не-не! Ну-ка, давай оружие найт мы используем! Хвы! Маленькие подонки! Еще в седьмой части бесили! А тут уж тем более! Хотя враги интересны! Опять же, потому что у тебя сбрасывают бомбы, бомбардируют! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Это отлично! Эликмен никогда не подводит! Так вот, вот эти вот мужики, они вместе с пропеллерами могут создавать просто самую настоящую непреодолимую стену воздуха! И, таким образом, иногда, не знаю, даже самый полноценный такой ветер на карте осуществляют! Знаешь что? Ветер на карте это замечательно, но надо избавиться от этого гада! Так! Джетодактор! Настало твое время! Так, интересно, я здесь вообще куда должен? Наверх? Нет, не наверх! Я должен унизить! И у нас совсем мало здоровья! Баночки! У нас есть, кстати, одна баночка! И, если что, я, наверное, не применую воспользоваться! Но, пока что... Ну, сейчас от врагов вот так вот избавимся! Отлично! Все! Не нужна нам баночка, потому что жизнь, друзья! Моя жизнь! В обычной, если в части мегамена жизнь, что она делает? Добавляла нам дополнительную попытку! Здесь такого нету! Здесь она просто пополняет нам все здоровье! Максимально! Вот если у нас была одна полоска, она, ну, как Energy Tank работает! Грубо говоря, именно так оно и здесь и поставлено! Так! Я хотел, знаешь, вот эту энергию взять! Ну, и почти полностью все пополнится! В принципе... В принципе, неплохо! Слушай, знаешь, я раньше недооценивал силу, которая может под углом стрелять! Ну, и конкретно именно вот эту силу Найтмена! Вообще, сила, которая может под углом стрелять! Это то же самое Металмен! Это просто... Или... Или, например... Аааа! Надо было мне, наверное, здесь прыгать, чтобы у меня не сдувало вверх с такой мощью! Ну, ладно! Мы как раз только здесь и начинаем, поэтому не страшно! Вот! Эээ... Так! Все! Это не дело! Переодеваемся в другой костюм! Этот уровень посвящен полетам! А я... Я почему-то отказывался от нашей сущности вот этой летательной! Нашего летательного аппарата! Это не дело! Да! А может, я и не зря отказываюсь от нее, потому что что-то вообще ни хрена не выходит! Подожди, подожди, подожди! Я даже как-то что-то опешил! Ну, вот опять же! Вроде как ты с этим уровнем знаком, но есть моменты, которые... Ну, объективно... Да! Ааааай! Объективно, что-то не выходит ни хрена! Так, давай еще разок! Вообще, что это за... Что это за дело? Опять же, такую... Ааа! Да! Боже мой! Я сейчас буду все... Сейчас все серии будем здесь сливаться! Я что-то вообще ни хрена не понимаю, как это проходить! Получалось раньше, а сейчас чего-то ни фига! Надо же... Ммм... Вот так вот, да! Все! Главное, просто сконцентрироваться! И... Не тарахтить! Попусту! Давайте пролетим! Такое ощущение, что на каком-то заводе... Где вот такие конвейерные ленты катаются! Хотя, казалось бы, больше ничего от завода здесь нету! Но, тем не менее... Выглядит очень, знаешь, так внушающе! Так, и... Дружище, я тебе скажу маленький секрет, один сообщу! Мы с тобой подходим прямиком к боссу! К тому самому Виндману! И бой здесь будет, опять же, уникальный и интересный! Я уже говорил, что... И не раз говорил, что здесь... Подходят очень креативно к битвам с боссами! И... Ты увидишь, почему я так считаю! Ну, ты понял! У нас стадия основана на ветре! На таком заводе ветреном! И... Битва с боссами точно такая же! У нас Виндман к себе притягивает! Еще и сверху вот этот вот... Работает вентилятор! Так, у нас есть баночка! Надо не забывать об этом! И... Как ты видишь, такие серые блоки! От них, короче, все отскакивает! Поэтому мне надо, как не знаю, как в тире каком-то! Знаешь, как уточка такая, знаешь! Который надо выбивать из... Из винтовки! Только из нашего мега-бастера, мега-бастера на винтовки! Вот! Есть враг, который нас затягивает, который нас стреляет! Есть еще, как ты видишь, по бокам, красные такие лазеры! Который нас убьют, если он... Он нас на стену натолкнет! То есть, соответственно, мне надо тут... Ай! Стоп! У меня же две полоски! И сколько у меня? Нет, три! Три полоски! Можно расслабиться! Три полоски, не две полоски, да? Хе-хе! Ааа, нет! Нет, нельзя расслабляться! Нам нужно сейчас попробовать его завалить! Вот прямо в этой попытке! Потому что не зря же я использовал сейчас ту силу нашу! Энерджетенк! Так, дайте мне... Вот! Стоп! Да уж что там, по-моему, много сносит! Нет! Нет! И ведь я не могу, на самом деле, перебить его... Когда он вместе с вентилятором начинает меня засасывать, я не могу перебить его поток воздуха! То есть... Он меня затягивает! Затягивает! Всасывает! В полной программе! Фух! Не знаю! Возможно, на этого босса какая-то сила и работала, но в него попасть чертовски сложно! Поэтому гораздо проще просто вот так вот в Перемяс его завалить с помощью нашего джет-адаптера! Потому что, ну во-первых, мы можем с ним вот так вот поворачиваться... Масти-то! Ну а во-вторых... Ну не знаю, во-вторых, мне просто приучен этот адаптер, поэтому я в нем и воевал по большому счету! Тут больше никакого секрета особо и нету! Что ж, друзья мои! Первую карту мы осилили, которую я хотел вам показать! Это была знакомая мне карта! Но дальше будет кое-что новенькое! Потому что я решил совместить свой вот этот вот подход! И дальше у нас будет что-то неожиданное, что я тоже не знаю! И мне будет также любопытно посмотреть на следующую карту, друзья мои! Так что готовы? Поехали! Ну что ж, друзья мои! Вот та самая карта, о которой я тебе говорил! Бломоматикс она называется! И я хотел ее сыграть! Потому что... Как ты видишь? Что ты видишь? Вот что ты видишь? Вот это вот лицо! Это, черт возьми, один, наверное, из моих любимейших боссов! Во всяком случае, уровень у этого босса был моим самым любимым в седьмой части! Потому что он такой был прям веселый, задорный! Человек-пружина! Спрингмен! Да! Это второй босс, которого добавили с этим обновлением! То есть... Сделали задел! Еще далеко не все из седьмой части перевели в формат мегамейкера! По сути, это только вот Шейдмана и Спрингмана сделали пока что из боссов! Но... Я думаю, дело за малым! Дело за продолжением! Главное, что вот первый шаг сделан, он самый трудный, на мой взгляд! И, дружище, как ты видишь, у нас тут как раз и вот эти все силы, которые появились! Почти все! Кроме вот этого! Все силы, те, которые появились в седьмой части, они у нас здесь будут использоваться! И это будет любопытно! Что же! Отправляемся прямо в бой! Прямо сейчас! Потому что, мне кажется, это будет интересная карта! Я чуть-чуть ее смотрел и мне она очень понравилась! Прям задумка у нее классная! То, о чем я тебе уже сегодня говорил! Возможность! Ну, скажем, здесь у нас не будет такой возможности вот эти самые блоки! Да! Я о ней говорил! Вот эти самые блоки толкать! Но они все равно будут летать! Потому что, блин, они какие-то очень классные! По-моему, даже, не знаю, они были раньше в мегамойнах или нет! По виду, такое ощущение, что были, но они явно не были такими, какими они здесь представлены! Какими здесь представлены, дружище? Вот такими! Видел, что происходит? Так-так-так! Что происходит-то? Ой, а у нас сил-то никаких нету! Еще один момент, о котором я уже упоминал, это то, что теперь есть возможность на уровнях находить силы! То есть, если мы будем, например, какие-то секреты искать, мы сможем найти те самые возможности, которые нам были вначале заявлены! То есть, это оружие Шейдмана, вот это вот... Как сказать это? Но из пушка! Ну, собственно говоря, вот этот ультразвук, который летучие мыши используют! Чтобы ориентироваться! И... А что? А почему и? Еще и много чего другого! Но! Самое главное, что сейчас видишь! Да, дружище! Здесь у нас есть возможность менять персонажей! Я уже об этом говорил! Можно играть за Баса! Можно играть за Мегамена! А можно играть за Протомена! И Протомен... Ну, по сути, это улучшенная версия Мегамена! Только... У него есть щит! Щит! Работает... Ну, таким образом! Сейчас я тебе покажу! А... Или не покажу! Подожди-ка! А почему? А почему? Вот так вот оно работает! То есть, можно на самом деле использовать щит как оружие против противника! Даже если у... 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 У других персонажей нету, например, каких-нибудь их возможностей! Если у них нет пушек! Такое тут возможно! То они вообще беззащитны! Это касается и Мегамена, и Баса! Но это ни в коем разине не касается Мега... Мега... Протомена, конечно же! Потому что у него всегда есть щит! И... Мы можем просто вот так вот легко и... Без особых напрягов... Использовать оружие врага против него же самого! Так, давай сейчас продвинемся наверх! И... Еще один важный момент, который... Мне в Протомене не очень сильно нравится! Заключается в том, что он очень... 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 Хрупкий! Оно... Так, наверное, сбалансировали возможности Протомена, потому что... Ну, скажем так... Он является улучшенной версией Мегамена! Тогда получается... Наш старик Мегамен вообще... Зачем он нужен, если есть Протомен? Который, по идее, старее его! Он же первый! Протомен! А Мегамен... Лучшее творение Доктора Лайта... Вещать нифига не лучшее! И... Просто уступает во всем Протомену! Нет! Конечно же нет! Поэтому... Протомен... Чертовски хрупкий! Он получает, по-моему, вдвое больше урона, чем... Другие персонажи! Но... Ну и, соответственно, у него и возможностей больше! То есть, у него там есть какая-то возможность, когда он... Атакует... Все время своим вот этим вот мегабастером! Ну, видишь... Он, в принципе, как и обычный мегамон, может заряжать свой бастер! Да? Да? Но... Есть еще... Я не знаю, как это назвать, наверное... Ну... Ну, да... Есть еще... У него такой режим, когда он... Входит в такое, не знаю... В состояние берсерка, самого настоящего! И... Только... Только разве что... Ну, как... Так... 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 Наверное, мне надо как-то... Знаешь, сейчас подожди, сосредоточиться... Вот так вот сделать, да! Хотел я... Ээээ... Не рисковать, не прыгать, но вот этот вот... Кирпич, который там пихает... Ну... Нет! Вот они, те самые прыжинки! Так вот, он входит в режим берсерки и... О! Прощу прощения, друзья мои! Мышка! Ха-ха! Ничего страшного! Так вот... Уходит в режим берсерка и... Банально... Вот... Только вот и стреляет... Мега бастером своим! Он называется Proto Strike, да? И... Этот режим я не часто вижу, но... Это, конечно, полная жесть! С такими способностями... Просто грешно ему... Быть еще и супер крепким! Хотя я... Я бы, на самом деле, не отказался, если бы он был сейчас супер крепким! Конкретно сейчас! Потому что, никого Proto Strike у него нет, но... Чего нет, того нет! Так! Смотри, что тут происходит! И, кстати, я еще хочу отметить то, что... Ай! Стой! Не-не-не-не! Надо от ворон избавиться! Хочу отметить еще, что вот эти вот... Не знаю... Боксерские тоже перчатки! Получается у нас оружие, боксерская перчатка, которая... У вас здесь... О-о-о-о! Смотри, там... Вонщик какой безумный, а! А что мне с ним делать? Он же меня сейчас убьет! Ай! Нет! Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не! Проту... Протумен! Господи! Я на этих пружинах не мог поймать тайминга! Я просто сейчас тупо... Слушай... Потому что, как все плохо? Так, интересно... А-а... Я могу? нет не могу нет я же не могу напряжение ничего сделать прыгать могу это фиалоска друзья мои а давай еще один раз попробуем пройти туры и если что я уже не знаю дойдут того места хотя буду чекнуть на дайте без без вырезание геймплея наверное я так считаю и сейчас просто да друзья есть еще такая возможность это специально показал да 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 конечно это я вам показал что и если вас так придавит то соответственно вас убьет ну потому что по физике все работает как надо все здесь все продумано такой вот эти вот гигантские боксерские груши они также были на уровне спрингмана насколько я помню и спокойно ух я не полу там так не работали ну потому что мне было опять же этих блоков так не честно наверх пройти потому что ты помнишь мы конечно же взяли возможность новую но она откатилась нашим проиграли отправились прямо на начало уровня хорошо давай 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 вот так я уже здесь вот ученый в принципе знаю как надо действовать вот отлично сразу же наверно зарядим мегабластер наш и вот втащим пушки хотя бы это бесполезно было абсолютно она очень прочная ну-ка нам нужно еще сходить опять будет за той силы нашей старый добрый и не торопиться вот знаешь всегда такое бывает когда ты начинаешь торопиться думаешь а я тоже проходил поэтому мне здесь нечего ловить и сейчас я пробегу по-быстрому ты начнешь отхватывать тебе надо опять же знаешь как как в первый раз проходить все суть даже с учетом того что ты знаешь что ты уже опытный это все равно ничуть не помогает нужно подходить ко всему чистого листа ладно дружище они будут сейчас наверно томить этим а быстренько дойду соберу те силы и продолжим с того момента где мы достигли наибольшего успеха прогресса ну что ж друзья мои все довольно грустно когда видишь у меня вот четверть жизни как бы нам рассказывают о том что все печально но я попробую я попробую все равно пройти этот момент потому что опять же вот это правило хрупкости у протомена она не всегда работает на самом деле вот о чем я хотел тебе сказать потому что в принципе еще перед началом каждого уровня нам показывать правила каждого персонажа если тут есть несколько персонажей скажем можно играть за баса за мегамена нам рассказывают о том что ему возможно какие правила него подключены и energy tank конечно же мне хотелось бы его взять только я не знаю как мне это сделать вообще в принципе я же ну ну это же не дело маныч этот кстати говоря кстати говоря а ведь у протомена получается используется вот эти наши и второй части мегамена предметы предмет один предмет два ну не ну почему ну почему ты туда приходишь то я не понимаю тебя вот здесь он главное удобно нормально да он сверху падает да а тут не хочет чё за фигня вот как мы сработаем дружище мы обманем систему в воздухе его призовем слушай хитро мне кажется что так даже не задумывалась и это прикольно опять же такие вот моменты которые заставляют пошевелить мозгами чуть-чуть хотя бы это того что плохо так это то что то что блин у нас сейчас эта баночка и уйдет потому что я не хочу сейчас я банально сейчас проиграю 5 и мне придется все равно проходить нас чекпоинта не было что-то какой-то автор здесь очень злобный не хочет надавать чекпоинта нам хотя в принципе мы еще недалеко прошли поэтому наверное все логично я вызову предмет предмет один я не знаю или как-то про то как это пока расшифровываться на лишь это про то что-то там такое просто домкрат назовем это так на самом деле это домкрат похоже нет ни не 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 скотина нет опять как это произошло меня на меня на блок просто пихнула и вот вот о чем я тебе говорил с самого начала чекпоинтов не было на самом деле energy tank мы не потратили потому что у нас геймовер был полный он там опять появится и я подумал и здесь вообще отличие мегамена протомена а вот такие видишь раз нету супер атаки только у протомена есть здесь накапливаем атак опять же 3 что и говорил я правило правило зараза персонажи могут разниться от карты карте все зависит от того как захотел создать как захотела левая пятка создать ну ладно встретимся опять на том месте а вот и нет друзья моя вот и нет нифига и на же так и здесь нету а я чё-то думал что мы же проиграли эти другой стороны у нас нет уже конкретно геймовер у нас есть просто возможность выйти и перену начать заново карту может быть я раньше так поступал просто но тем не менее нет в этот раз нифига никакой помощи нам нету если вы получать здесь померли вот так вот легко и просто то придется страдать без баночки ааа и ведь он здесь опять заспаунится этот гад и наша сила пузыря ммм надо как-то встать что-то еще надо четко встать потому что ну вот что я могу сейчас сделать я могу просто сейчас получать ой получать по мордасам и все фух в силу вашего пузыря она в конце концов чтобы по вашему счету делает то получено кстати говоря в оригинале то у нас с кого с кого с кого с кого а у кого она была то у человека башни как он только назывался я никак не могу вспомнить пузырного этого человека блин я забыл его реально забыл ну ладно в общем она по сути то работает конечно же дубопытно но но к сожалению в данном случае она нам здесь абсолютно не помогает нет хотя как сказать нет как-то надо мне не знаю подказ сделать в нужный момент может ну-ка два ка еще разок нет потому что упор подойти вот так вот станем сейчас попробуем прокатиться я хочу все таки попробовать взять эту силу нифига надо вообще хоть и дьявольский тайминг что ли соблюдать я не могу я не понимал вас ребята а как да почему это просто издевательство какой-то может быть мне надо на лестницу сейчас на лестнице сходим да да конечно а я бы пытаюсь велосипед изобретать когда здесь можно по-быстрому пройти да и надо было торопиться дружище ты сам видел что происходило там банально могли нам закрыть проход и я так полагаю так как здесь карта то блин не сохраняется никакие наши баночки ничего не сохраняется скорее всего зато сохранился скорее всего вот эта возможность не взять вот это наша звуковую волну и опять же прикольная вот эта вот возможность ото всех избавляться с помощью усиленного такого мега бластера получается даже не мега бастера а мега вот этого саунду саунду бастера что ли как ключ его назвать можно как-то прекрасно помнишь можно жить заряжаться от стен и проносить еще больше урона и еще один интересный момент если мы здесь будем вот таким образом поступать то можно сами вертеть этими ящиками и по сути это еще один привет пазловым картам да вот таким образом мы поступаем и вуаля можем пройти на следующий экран опять же попробуем сейчас кота задавить задавить прикольно вот именно из-за этого я и люблю такие карты где нужно какие-то особые фишки использовать то есть видишь а механика карты она вот подталкивает на какие-то новые впечатления и вот интересно нам предлагают мега мяна и или или опять 40 мяна но давайте за пару мяна будем идти я начал и такого типа мы за него почти пока не играли то только первое наше появление в виде порта мной поэтому окей пока будем так за протомоны если что мы всегда наверное может можем можем что главное встал и жду мы всегда можем поменять герои да даму всегда может у меня герой но я пока как не буду не буду этим пользоваться умением нашим не буду менять нашего потом она и наверное я так вот сделал что-то я не хочу связываться с этими платформами пикающимися мы как ты видишь да получается тут все построено на механике и вида вот таких толкающих друг друга блоков которые как раз у нас пошли именно со времени спрингвана вот интересно будет ли эта механика как-то отыграна еще в битве с боссом боже опять опять эти эти пушки слушая их начинаю уже просто тихо ненавидеть особенно за круто мэна потому что вот как-то как от нее отбиваться на щиты и ловить очень сложно я пока еще на шине не щитоносец первого ранга мне очень сложно вот так вот брать и вовремя подкид подпрыгивать и отбивать просто снарядов противника так я наверное сделал да я хотел взять жизни а нормально слушай нормально у нас же нифига себе я вот этого не знал это что по моему вот это несмотря на то что это предмет 1 привет первому предмету из мегамена 2 он там так не работал может быть это так работало в каком там девятом десятом мегамоне где как раз был протомэн играбельный персонаж но десятому точно был и там наверно у него раз предметы и были потому что ну должен же использовать похожие механики схожие вот эти вещи и протомэн иначе он получается ущербным каким персонажем и у него есть если у мегамена и страж его как-то очень быстро перевели на его собственного такого специализированного друга то у протомэна никаких хорошей нету он так сказать forever alone получается у него есть предмет зато у него есть всякие приблуды это тоже клёво вот так вот сделаем там сейчас посмотри-ка она она не завертелась вот эта коробочка напоминающими кстати говоря не знаю таких вот чертик из табакерки знаешь которые так вот тоже вот вылезают выскакивают только тут чертик из табакерки а кулак из табакерки я сюда хочу а здесь у нас еще одна сила опять же необязательная мы принципе не обязательно должны были сюда попадать но так как и здесь такая возможность есть такие ответвления всегда очень круто с ними знакомиться и мы получаем возможность гравитимана да гравитимана и все улетают в космос все всем в космос друзья мои я не без приключений дошел до этого местечка и черт возьми так спокойно нет 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 про то мы черт а как давай значит давай так вот сделаем вот так вот и сразу улетается дорогой пошел нафиг фух так мне сейчас сейчас даже я проехали слава богу улететь и улетайте все к чертовой матери улетайте вот не без приключений я прошел очень что-то наш это неприятно наши бывают карты где очень много врагов и это не так сильно напрягает далеко не так сильно напрягают а бывают такие карты где вроде бы дальше враг всего лишь один но вся карта построена против все против тебя она построена так чтобы тебе было супер неудобно с ним сражаться и вот она как раз тот самый случай где такой дизайн уровня что вот хватит одной пушки банальной простой пушки которые и кстати говоря очень хочу букву м взять но я не знаю я не знаю как ее взять мне натурально не знаю я могу здесь по низу конечно пройти кофе вообще и вот здесь попробовать вернуться я же могу лететь отсюда ребята слушай оружие массового поражения это просто чудо респект тому кто придумал гравити мэна он мне очень помог так я могу здесь да я могу я на самом деле могу сейчас взять вот эту темочку отлично то то есть у нас теперь и ешка есть и емка есть неплохо неплохо можно было знаешь попробовать как-то изощриться видеть отсюда ребята можно было знаешь попробовать изощриться и взять даже за один присесть и energy tank и соответственно не знаю мега тэнк наверное вот так называется магнет тэнк магнет немного не то ага можно взять чуть-чуть снизу жизни ну что ты знаешь хотя знаешь и я думал можно попробовать вот в этот момент нет как бы мне эту жизнь взять дело в том что когда кирпич вот это тут ящик он закрывает собой вентилятор вентилятор перестает на нас воздействовать но только я боюсь что если я сейчас не вовремя туда упаду он меня раздает просто банально можно даже пофиг этого нам не стоит я если что лучше energy tank использую вот прямо сейчас я думаю сейчас самое время потому что мега тэнк он восстановит нам все наши силы а пока как бы это верновато хотя скоро скоро уже пригодится так давай ну вот это возможно используем нашу просто чудо-возможность который избавит нас от всех проблем вот так вот отлично тем более что сверху сверху можно сверху можно пополнить ее ну-ка дайте-ка мне и вот другое дело и слушай по моему у всех наших героев по умолчанию установлено вот этот наш обновление вот этот адаптер модуль модуль энергии который преобразует сразу всю получаемую энергию которая почему-то я так быстро убил всего лишь я же всего лишь два раза да ну я даже не посмотрел что так много сносит не ну это же да что-то мне подсказывает что мы где-то здесь и закончили да 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 вот это самое место этот проклятый ежик блин почему такой жесткий это что я оценил я начал больше ценить а знаешь что ну-ка а что а что хотя с другой стороны не знаю даже что я начал больше ценить это оружие потому что но она чертовски мощно но она мощнее чем наш мегабастер то есть я на самом деле мог бы даже здесь на место протомена себе взять и использовать мегамейна потому что и может точно также доступна сила шейдмана вот эти вот лучи вся зарядиться вот эти вот лучи и звуковые они просто все сносят на своем пути они просто не уничтожить неостановимы но он опять там внизу катается что лети дорогой мы вместе своими шипами туда туда тебе и дорога все-таки хороши конечно же пушки которые вот так он делает но это же красота вроде бы знаешь и ничего особого вроде сколько есть возможности которые принципе всех на экране убивает но но что-то в этом есть смотря то что по механике 10 она то же самое что и то же самое что и скажем не знаю там оружие кентауэр мэна который тоже всех уничтожает но оно все прикольно ну а ну клево выглядит действительно клево как-то есть у него какая-то фишка меня не меня не убьет я хотел сказать конечно же не убьет подожди там надо было наверное предмет надо было вызывать да ну в таких местах знаешь и и не страшно что мы проигрываем потому что мы опять же учимся мы изучаем уровень а тут то чтобы головоломка но вообще никакая ни разу не головоломка но надо как бы уметь быть таким хватким то есть это реакцию просто мангуста иметь чтобы сразу же мгновенно понять сориентироваться и вызвать предмет это его стоит так делать настоящий проте мэн я пока еще не настоящий проте мэн я только учусь ну что друзья мои мы снова в этом заколдованном местечке вообще довольно длинный уровень вот о чем я тебе говорил то есть тут некоторые уровни они могут вообще занимать по времени как оригинальный может даже целых три уровня как даже настоящие целые метроиды пропустите меня друзьям и держишь вот так вот надо поступить вот все теперь выйди стоп-стоп-стоп мне нужен первый предмет все я я же учусь на своих ошибках я жаль учусь да да я на них учусь слава болт ой ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой летите отсюда вы вороны вам место на небе вот отправляйтесь туда, а мы будем дальше ползать к земле. Икотик, икотик, все летите отсюда. Слушай, мы всю силу использовали, но не страшно, потому что эта штука, она по идее должна пополнить нам все. Это пополнялка всего, верно же? Да, это действительно пополнялка всего и вся. У нас все силы восполнены, у нас все здоровье восполнено также. И дружище, по-моему, мы нашли все секреты на этом уровне, может какие-то пропустили. Но из того, что было заявлено в начале уровня, все вот эти возможности, которые мы могли здесь найти, мы их нашли. И довольно прикольно. Я бы не сказал, что это самый запутанный уровень, который я когда-либо видел, но... Ай... Меня вот прям так и манит за Мегамена идти. Ну... Но нет, я пообещал вам, мы будем играть за Протомена. Мы за него никогда не играли, поэтому... Наверное, не самый лучший выбор на босс идти с Протоменом, который будет получать два раза больше урона от него. Ну, мы попробуем. Но для начала мы заведимся. Потому что эта штука действительно клевая. Ну ладно, перерываемся прямо на битву с боссом. И, кстати, очень эпично. Сюда спускаемся там с неба и... Ладно. Ни хрена себе! Так, может... Он там наверху пока летает, может мы можем вот эту ару... Охренеть! Вот это вот прям вообще босс-файт! Это клево! Не знаю, выглядит клево очень! Ай! Лети! Это оружие на него точно не работает. Но мы можем избавляться от его маленьких пружинок! Из дивизии! Гранату лови! Ну-ка! Ай! У него одна полоска оставалась! И у нас, по-моему, там ненамного больше. Это клево! Слушай, мне нравится! Клевый же босс-файт! Ну согласись! Хорошо, отправляем! Вот это оружие прям идеально против него заходит! Я думаю, именно с ним мы сейчас и победим его! Не будем дурить! Просто будем сейчас на него вот так вот действовать! Может даже будем оставлять некоторые вот эти мины! Знаешь, мины в воде обычно ставят! У нас будет воздушные мины! Он будет на них налетать! Он же человек прыжина! Он высоко прыгает! Ну-ка! Лови! Да-да-да-да-да! Правда, единственное, что я хочу сейчас сказать, что... Ему хватает трех ударов к нам, да? Вот это да! Не, мы обойдемся без банки! Да, я сказал, что у нас есть м-м банка, но я хотел его так со своими силами! И у нас получилось! Вот, единственное, что у него отсутствует из седьмой части, дружище, это... Не знаю, мне кажется, ближнебойная атака раньше была на Снессе, и здесь ее нету! Я помню точно, что когда Мегамэн подбегал в седьмой части к Спрингмэну, тот его хватал и... Знаешь, он же отпружина раскачивался и прямо потолок его бил! Вместе с собой! Ну, ему-то не страшно, он отпружинил, он отпружинил, а вот Мегамэн прям всей своей железной башкой ощущал всю плотность потолка! Да, здесь этого нету! Можно добавить, не знаю! А в любом случае, друзья мои, мне кажется, это отличный повод завершить сегодняшний выпуск, потому что, опять же, он довольно длительный, и у нас еще много всего интересного, и, знаешь, может быть, даже у нас будет такое тематическое разделение, будет у нас выпуски посвященные пазловому уровню, какие-нибудь еще посвященные сноуборду, здесь есть такой, да, действительно, целый ряд уровней, и я надеюсь, что вы придете на них, и будет немного всего интересного! Тут действительно есть на что посмотреть, дружище! А если ты в этом еще сомневаешься, то приходи в следующий раз, и твои сомнения испарятся, развеется как дым! Спасибо за то, что был со мной, посвятил это время нашему мегамейкеру, целому океану, целому космосу карт, и мы обязательно встретимся в следующий раз! Ну а пока ты можешь посмотреть других ребят, которые много всего интересного выпускают на этом канале каждый день! Каждый, я думаю, найдет здесь что-то, что ему по душе! Ну а пока, друзья мои, удачи вам, до новых встреч и до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok